Всем привет, с вами Ярд Вас, и сегодня у нас карьера за Ноттингем Форест, и это уже третья часть, и сегодня я должен сделать как минимум два трансфера. Это будет Марко Канна из Андерлехта, это защитник, 17 лет, который уже 55 рейтинг, и Джан Лука Бусио, американец, 56 рейтинг, полузащитник, 17 лет. Так, и они оба отклоняют, они хотят много больше, эти за Бусио хотят 4,5, а эти 8, хотя 8 у нас даже нету, давайте тогда этому предложим 4 миллиона, потому что слишком дорого. Ну, давайте, чтобы не им и не нам, 4 и 100, нет, они хотят всё-таки 4,65, давайте 4,65 что делать. Так, вот состав Кардив Сити, а вот наш состав. Ну что, погнали к матчу. Мы полностью переиграли Кардив в первом тайме, и давайте сделаем тогда замены, которые, в принципе, ничего не дадут. Им ничего не дадут, а нам, возможно, дадут. Вот, выпущу я Карвалью вместо Амузу на полтайма, потом я сделаю, возможно, замены Мудрика, и, возможно, Кейседо потом выйдет, но посмотрим. Погнали ко второму тайму. Так, теперь мы говорим 2-1, ну, пока что мы выиграем, но это не точно. Давайте тогда выпустим Мудрика вместо Алисандрини, и, пожалуй, Абольского вместо Дакоста. Мы выиграем Кардив Сити 4-1. И забили во втором тайме Мудрик и Абольский. Мне кажется, вообще, я не понимаю, кто вообще ожидал, что Мудрик и Абольский забьют в чемпионшипе в одном матче вообще против Кардива, который недавно был в АПЛ. Мудрик вообще со штрафного забил. Вот человек матча, игрок матча, это Дакоста. Вот оценки. Вот их оценки. Вот все оценки. Совет Нотингем Форбс был очень довольный победой в борьбе с Кардивом сегодня. Председатель высоко оценил вашу напряженную работу и надеется, что команда будет работать хорошо в будущем. Джоан Лука или Хуан Лука. Короче, просто Бусева подписывает контракт, а точнее его клуб подписывает контракт. И теперь сейчас личные условия. На 5 лет. 8 тысяч 250 каждую неделю. Так, у нас по защитнику приложения трансферного мы его подписываем 100%. И Бусева переходит в нашу команду. Надо быстрее подписывать этого Кана, которого я собирался подписать. Но он стоит 7,95. Так, по уголке первого Джордану Смиту предложили 3 стакана. Ну давайте примем. Так, ну у нас матч сейчас будет с Лидс Юнайтед. Вот их состав. Вот такой вот будет у нас состав. Ну у нас 1-1 после первого тайма. И я, в принципе, выпускать пока никого не хочу. В 60-й минуте я сделаю 3 замены. А вот и 3 замены. Мудрик, Бусио и Кэш. Вместо Гюнтера, Александрини и Босток. Все, проиграли 4-1. Вот статистика. Вот игрок матча. Наши. Их. Все, все оценки. Ну а сейчас команда месяца в чемпионшипе. Так, вот такая вот команда. Тут только один наш игрок. Это Трансфер Узохо. В принципе, крутой чел. И игрок месяца это Артер. Харри Артер. Из Фулхэма. И наш игрок месяца, скорее всего, Узохо. Я в этом вообще не сомневался даже. Предыдущие игры между Моттингем, Форест и Брэдфордом дали интересные результаты. Как вы сможете на этот матч? Я думаю, что это игра, которую мы должны выиграть. И я ожидаю, что мы сможем это сделать. И вот состав Брэдфорда. Ага, вот наш состав. После первого тайма 2-0. И давайте какую-нибудь замену мы уже сделаем. Выпущу-ка я Кейседо вместо Александрини. Абольский и Гюнтер приходят в состав вместо Дакосты и Кэша. Все, 2-0 за Брэдфордом. Вот статистика, игрок матча, наши рейтинги, их рейтинги. Короче, совет Нотингем Форест выразил разочарование в связи с тем, что команда недавно проиграла Брэдфорду. И надеется, что вы можете изменить ситуацию в будущем. Так, и сейчас матч с Престоном. И вот их состав. Но перед этим я хотел бы потратить свои деньги в свой стадион. Пожалуй, я куплю вот эту вот штуку. Это часть стадиона, которая будет приносить мне бабусики денежки. Почему бы и нет. И плюс еще потратить на вот эти вот два обновления по Академии, потому что игроки нам нужны. Ну, плюс я еще бы хотел новые тренировки обновить, какие тут есть. Все куплю. Ну, и вот такие вот тренировки будут на эту неделю. Вот так вот. Так, а вот наш состав, где Абольский, Диаби получат шанс в основе. Посмотрим, как они сыграют первый тайм. И, может быть, в следующих матчах я изменю мнение о них. И, возможно, будут они чаще выходить в старте. Ну, тогда погнали к матчу. Ну, после первого тайма 0-0. На замену будем делать только одну. Это Амузу вместо Диаби. Погнали. Кейсиду и Фати выходят вместо Абольского и Ворала. Что мы проигрываем? Престану 1-0. Вот статистика. Вот игрок матча. Игрок их оценки. Наши оценки. Опять проигранный матч. И перед последним матчем я хочу подписать еще одного человека, который свободный агент. Я могу подписать его не трансферную окна. Это Анис Кросс. Свободный агент. Какой-то перспективный бичара. 17 лет 51 рейтинг. Уже 5 миллионов стоит. И он 100% на 5 лет залетает. За заплату 16500. Дорого, конечно, для бичары. Но ладно, пусть будет. Подписываем. Все. Он подписал контракт. Плюс команду. Так, вот состав Лутона. Вот наш состав. Погнали к матчу. 1-0 после первого тайма. И у нас Сильва, кстати, получил красную карточку. И забил Каравалю, на который я поменял вместо Амузу и Тиаби. Красавчик. Вообще воспользовался моментом, в принципе. И давайте выпустим. Пожалуй, мне кажется, мне надо выпустить Абойского опять на второй тайм. А потом уже где-то Мудрика там и всех остальных подключать будем. Там, в 60-й минуте. Пожалуй, Амузу и Тиаби. Все, 1-0 после матча против Лутона. Забил только Каравалю. А вот статистика всего матча. Вот игрок матча. Наши оценки и их оценки. Ну и, в принципе, все. Мы к концу этой серии только на 14-й сторочке. Подписали много игроков. Вроде как 2-3. Много. Ну, в принципе, все. С вами был я, Артваз. Подписывайтесь, если хотите еще больше серий. Ставьте лайки, если вам видос понравился. Всем удачи. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok